я рада вас приветствовать на канале елена аребет по-прежнему передаю вам привет из москвы потому что я нахожусь в гостях у моей любимой подруги танечки бар я провожу ревизию и и запасов и и процессов и вышитых работ ведущим видео если вы смотрели это видео о вышитых и не оформленных работах танечки бар спасибо если вы посмотрели кто не смотрел очень советую зайти посмотреть потому что там очень много красоты сегодня мы смотрим ее процессы у нее очень много процессов процессы интересные она сказала что даже есть долгострой и конце мы скажем сколько у нас у нас стане сегодня процессов мы посмотрели вам показали поэтому приглашаю вас к просмотру танечка слово тебе девочки всем большой привет рада всех приветствовать спасибо что заглянули клиночки на канал мне очень приятно кто оставлял свои сообщения предыдущем видео которое мы снимали спины вместе и сегодня я покажу все свои процессы и мы немножечко поболтаем следы на эту тему поэтому болтовни наверное в этом видео будет много я так предполагаю сейчас стане не снимает видео на своем канале но я думаю она с удовольствием с вами поделиться своими процессами расскажет свои впечатления потому что если когда-то был рукодельным блогером это осталось я думаю в душе и хочется вот поделиться да я думаю хочется мне бы хотелось например я конечно сама сейчас не потому что я лентяйка снимаю мало потому что ну очень много работы стало времени мало но любом случае потихонечку снимаем и так первый процесс очень мне он нравится это гортензии а dimensians рассказывай показывай многие вышивали девочки но у танечки тоже есть да да этот процесс начала в январе этого года это свежий процесс можно так сказать и если честно я думала сейчас быстренько его как жахну и за январь-февраль у меня будет готовый процесс и желательно прям чтобы в конце января уже был первый финиш ну как понимаешь сегодня уже у нас июль месяц у тани финиша нет девочки есть процесс но здесь уже вышиты все крестики и полукрестики и в общем осталось только бэкстич и немножечко вышить фрузилков на сегодняшний день у меня 83 процента практически финиш практически я так думаю чуть-чуть но ты не вышла наверное потому что что-то там не так наверное тебе отвлекли и другие процессы но и любимая работа скорее всего да да так и бывает обычно ты знаешь я же переключилась на один очень интересный процесс девочки но сейчас чуть попозже покажем сейчас и на пару слов расскажу все таки этот дизайн уже многим известен много девочек его вышивали я видела уже я периодически смотрю youtube и хочу сказать что я вышивала его по оригинальному набору и кстати когда я купила это уже было переиздание сразу покажу может быть кто-то уже из вас сталкивался с этим здесь схема она не бумажная а как будто как ващеная да я вот сейчас распаковала распаковала один наборчик у тани дименшес вышиваю новогоднюю игрушку там дед морозик шаре и тоже рабу именно вот на такой плотной бумаги и вот такая она немножко бликует влащённая бумага то есть вот даже видно вот он блогу о как блестит и совсем видно но девочки блестит да и ты знаешь я обычно дименшес голд коллекция петит я вышиваю всегда по бумаге но именно из-за вот этой милованной штуки мне пришлось скачать не мире на наоборот она какая-то как глянцевая получая глянца мне кажется на как милованная мне катка глянца милованная она не должна плестеть по идее девочки но рассудите нас кто точно знает мы можем ошибаться потому что мы не такие великие специалисты по бумаге но я скажу что ее зачеркивать неудобно я обычно всегда вот такие маленькие работки голд аппетиты вышиваю за столом сидя в кресле и мне так удобнее и я всегда я зачеркиваю но здесь я не могу этого сделать мне пришлось скачивать файл для кростич саги я вышиваю по кростич саги это первый мой дименшес голд петит которая таким образом вышивая я вышивала вот на таких пятчиках они небольшие у меня тут все девочки сохранилось и в общем ничего не организовывала прямо отсюда беру видите все в каком виде очень некрасиво но соль и как есть так и показываю девочки без каких-то дополнительных то все так вышиваем но здесь у нас мнение насчет бумаги сходится мне такая бумага ножничками похвасталась девочки посмотрите какие ножнички я купила кстати на байлдберсе продаются это фактура стич я тебе такие же подарила дали мне такие же подарили голубо-сиреневые такие да а это вот у меня такие же но и зелененькие они очень красивые мне прям нравится может быть девочки а кисточка шла в наборе или деле они в подарок кладут а ну хорошо да так что ну кисточка она такая как бы знаешь вот немножко ползет но ничего страшного это как бы не самое страшное в этой жизни получите по удовольствием можно получить от красивых ножниц как говорится эстетическое вообще очень люблю угол коллег шум петит в общем не осталось здесь только вышить бэкстич и всего лишь 13 процентов и будет финиш наконец-то в этом году надеюсь что до декабря месяца я это сделаю знаете татьяна в этом году случилась неожиданная любовь крыша и снесло от нового направления но она не новая но я думаю не только татьяна и у многих вышивальщиц на нашем ютубе тоже крышу снесло сейчас показывать от чего крышу снесло сейчас давайте покажем давайте а я сошла с ума вот девочки об этом речи идет и так я так думаю многие сейчас вышивальщицы меня поймут пока ему да это фирма которые либо любишь либо не любишь третьего не дано это золотые ручки причем это бисерный набор 40 на 50 сантиметров уральский сказ ой сколько здесь 67 цветов бисера ой ну рассказывай как ты до такого докатилась тани как-то изменила крестику причем девочки на так конкретно изменила крестику что она вышла больше половины работы не отрываясь до показывать меня случилась любовная любовь девочки я вам покажу сейчас этот великий процесс мы поставим паузу придется увеличивать ну вот уменьшили чтобы поместил все кадре как-то вот она засвечена показывает ну кого так так лучше на так лучше надеюсь девочки нас как всегда смеркалась и мы уселись вышивать видео потому что мы весь день ездили по делам и вот только сейчас нашли время ой вот посмотрите вот вот бисер разные разные фактуры да вот ну вообще вот прям вот кажется что он как бы размера другого он от такого же размера просто другая фактура и кажется что он как вот 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 он вот 3d эффект ну красиво очень красиво работа рассказывают они здесь были приключения да ну приключений особых не было на самом деле я девочки давно уже засматривалась на эти наборы и очень давно еще до всей этой истории которая прогремела на весь youtube в общем мне нравилась другая работа мне нравилась девушка ну которую вышел оксаны русская демидова русская краса да и она мне настолько нравилась что я девочки полтора года про нее думала и вы знаете вот я думаю откуда мне ее она мне вообще никак не идет к моим процессом вышитым я повернутая на востоке мне нравятся всевозможные гейши восточные красавицы и думают ну как бы ну русская краса она мне вообще не ну никаким боком в моем интерьере не нужна но девочки полтора года не могла вообще про нее забыть и вот знаете когда что-то в голове заела все я поняла что уже надо купить и успокоиться ну и когда я зашла на сайт и думаю надо же еще что-то купить что ж я один набор только буду вышивать и кстати вот эта девушка она мне тоже нравилась на самом деле это же дизайн разработаны по картине шишкина хозяйка медной горы только она стоит в оригинале в длину я тебе скину фотографию или скрин да из интернета может быть не все девочки видели ты и она конечно стоит там длинная в таком красивом платье девочки на просто обалденно и его кто deceived еще давно я видел девочки вышивающую кстати когда я начинала вышивать видео не было практически я пыталась найти от шивы в группе в контакте нашла девочки вышивают на тот момент когда я начинал многих было тоже там кого сверху ноге кстати сверху начинает вышивать у кого-то там вот так кусочек был выше то есть не было они у когоate сейчас есть богачеств высшито все да так из того что наверное на сегодняшний день уже могу точно сказать мне не хватило одного вида бисера это вот этот темно-зеленый такой цвет и вот тут много используется в платье также я не знаю что это мне кажется что это банк давай на превью покажем лена девочки напишите мне кто точно знает я в русских костюм это смешно же бан это головной убор видишь она как на голове полностью да и вот это как как наверно как короны с головным убором как месси как ну что он прикрывает что прикрылась волосу того касса здесь не ногу коса то здесь того видишь на голове он зеленый скорее всего вот так вот как шапочка какая-то обравлена короной но я посмотрела в картине шишкина именно так она изображена то есть дизайнеры золотых ручек они не придумывали ничего то есть они сделали так как ну то есть был такой головной убор да и так у тебя не хватило бисера да они конечно золотые ручки сказали ой тане мы тебе пришлем сейчас бисер недостающие не я не стала них просить я не стал нервничать девочки ну я но я тебе скажу что я им написал мне было проще понимаешь написать и спросить номер и я заказала на валберис он мне пришел там через два дня в общем я спросила какой номер они сказали какой номер и 9 они покупают нет я сразу написала что ничего не надо присылать потому что мне вот эти разборки знаешь там а почему не хватило и что не хватило и какие у меня там руки оттуда не растут не оттуда я не хочу от этих всех выяснений отношений потому что я вышиваю я наслаждаюсь я кайфую мне нравится процесс я буду показывать процесс и прислали эти зеленый бисер нет мне прислали номер на почту и я заказала на валберис и все как бы и на этом я свою проблему решила вот мне очень нравится как губы проработаны здесь один вид бисера шел вот вещь такой темно-коричневый идет он как-то странно в пакетике шел два вида коричневого один темнее один светлее и вот там где светлее вышивала от низу его плохо видно как я вышивала и поняла что нету как бы не видно этого переплетения косы ага да и в итоге мне пришлось что сделать я подпорола все это дело и потом я по выбирала из этого пакетика весь темный бисер и пустил его в косу все остальное смотри как он сильно отличается это тоже вот это и был единственный косяк все остальное просто кайф вот эти амми кто тоже что-то говорила не то у тебя смехом но привил он у меня отличается от превью покажи предавая давай посмотрим вот видишь он на прию более резкий такие опять таки может быть это бисер опять-таки не те вот может быть они вот такие темные должны быть вот они идут развод а у тебя он вот если это идут светлее поэтому не видать так я не хватом темный скорее всего он билет на отличается вот здесь да вот даже сравним да вот здесь как у мех и здесь он я не знаю может быть видео девочки цвета искажает у нас должна разосвечиваться но живую мы с леной видим мы видим отличие вот же видишь вот мех видишь как черные как вот они вот даже даже покажу вот она как будто черными такими да да как настоящий мир а здесь вот он он коричневый черный еще все коричнево ну если не видеть эту картинку как бы все неплохо все красиво но если ты видишь хочешь конечно чтобы тебя получалось так как вот здесь изображено да ну да ну я не стала заморачиваться ну ладно мех же он может быть разные оттенки да может у нее не тот соболь не той породы и я я не стала но в косе для меня это было критично потому что когда они видела вот этого переплетения смотри вот здесь вишенка более темный кажется нам девочки постараюсь и так нара показать вот здесь коса более темная идет и от нее как бы таки посветлее а здесь она не такая темная вишена коричневая не знаю девочки на видео наверно ничего не видно так не сказала на какой основе а я заказала сразу на лугане ну вот вот у них же можно выбрать на аиде на лугане и можно выбрать без канвы я подумала что я буду заморачиваться но девочка она светит она светит на это но издалека смотрится все прекрасно все нормально можно спокойно вышивать на лугане это значит я решила когда я вот так вот подложила под низ как бы подложку вот на подложке она не не так сильно светит но просто темно подложка на темную подложку но я не знаю так как небо тогда будет на темно нужно в общем буду думать пока может быть и вообще оформлять не буду я не знаю куда мне вешать ли мне некуда очень красиво работа на достойное оформление конечно достойно конечно да ну она мне нравится я просто вот знаете есть такие процессы которые ради процесса я скажи каким методом ты вышиваешь вот сейчас вот у нас она китаны у оксаны там демидова не только другая там делятся своими методами принимает опыт делится она разрабатывает свой его адаптирует под себя там у тебя что как ты же наверно уже все посмотрелось попробовала ли как силы полу вот такой у меня есть коврик девочки самые дешманские за 200 рублей купила кстати да это один в один вот у меня сейчас икону вышивая на него высыпает скажи самый классный но ничего так я на него высыпаю бисер девочки я прыгает на нем не прыгать шикарно ложится у меня есть один но он очень старенький мне лена дарила тирамису и вот такие от woodlers органайзеры но я взяла не один большой как девочки любят вышивать я взяла вот по одному потому что мне неудобно когда у меня все это в куче вот так вот все это делаю я здесь вижу значочки приклеиваю аккуратно правда как их открыли вы бисер высыпала или чуть-чуть насыпала по чуть-чуть да я по чуть-чуть насыпаю сколько мне примерно надо и я приклеила девочки на клей pv я не знаю как они потом отойдут или нет но мне все равно если не отойдут ничего страшного и я просто рассыпаю здесь бисер и беру иголочка вышиваю я кстати девочкам очень благодарна потому что я смотрела и видео на китаны и видела всех кто вышивает сейчас оксану демидову да мне нравится как они придумывают разные способы я кстати здесь попробовала тоже и делала как показывала аня но по тому методу который показывала аня у меня максимально тысяча семьсот тысяча там 1700 где-то 1800 бисерина увидишь каждый по медленнее же мне понравилось прикольно каждый по темному может быть и один раз надо было один раз так ну один раз я не я прям много раз да я же сравнила в у меня же теперь все в кростич саги девочки я увижу свою скорость и я понимаю что если я села воскресенье или там в субботу вышивать и я понимаю что у меня скорость просто брать не с вот этого коврика и пришивать быстрее чем пока не вышиваешь на раме вышиваю на раме но я сейчас сняла потому что я мне нужно было раму освободить очень красиво девочки насладились красивая красота да и кстати я сейчас покажу еще девочки бисер показывать не буду мне весь рассыпанный поэтому больше всего меня знаешь что впечатлило в этом наборе тому первым это первый мой дизайн который вышиваю от этого производителя посмотри какой ключ километровый просто но молодцы и разные вышивальщицы есть который плохо видит дорого-богато называется потом неудобным не ну вот если вдруг нас услышит производители что бы ты хотела попросить чтобы один вы сделали что такой был для девочек слабовидящих и на пол листа такой ключ для тех кто нет ну зачем даже слабовидящий увидят на 4 кого схема ладно у кейну ключу такой огромном очень удобно но это девочки так знаете если придираться уже все равно мне очень нравится процесс я на прям но разработки не красивые так красиво то они вот они есть и разопасы еще процессы от золотых ручек я еще купила да так что еще не лена дали один наборчик девочки может быть мы его покажем я не знаю если успеем ну а мы может твою норку если бы не смотри си а это же пополнится норку это покажет ой девочки лена все хочет снять видео мои норки но мне кажется те кто меня давно знают а я хочу для себя потому что я вот как хочу таня купить какой-то наборчик я готовить такой набор есть на ведь есть поэтому я хочу все начнете заснять смотреть не смотреть но я считаю что у нее такие наборы красивые повышевать под такое видео посмотреть и наслаждаться мне показывала миллион тысяч раз не надо ли я я не помню ведь видишь и многие тоже не помнят так этот все убираем следующий процесс ну я смотрю таню совсем на бисе переклинила вообще крестиком собираемся вышивать но я же вышиваю понемножечку на сегодня вышло 5 крестиков я сама весом 20 итак музыка дождя вышивка бисером от радуги бисера рассказывай как тебе сюда занесло то ну у меня когда захотелось вышивать бисерные работы я побежала ближайший магазин и просто купила первую попавшуюся вышивку я не могу сказать что фанатеют этого дизайна такой неплохой а в это время я помню таня уже заказала золотые ручки ей так не терпелось но они никак не приезжали что-то там небос было с доставкой то ли вот сбой был вот вот этой фирме да сдэк сбой был как раз или еще не было ну короче что там прошел две недели долг а тани не терпелась и вот у нее руки так чесались на пошла где-то в купил леонардо нет я в иголочке в иголочке пошла и вот и купила и все ручки зачесались и начала вышивать ну так все равно смотри сколько вышло ну ой ну красиво слушай нравится да а мне нет я не знаешь просто посмотреть на картинку как бы думаешь но ничего такого особенного а вот здесь то посмотри как красиво ну на самом деле тут конечно подбор бисера такое себе но если ты опять-таки сравнивать золотыми за ручками так и ценовая политика все-таки разное и количество бисера разное и сколько бисера всего я не помню вот это уже не а там есть вот ключи вон внизу 16 что-то хочешь 16 тебе не смотри как симпатично они 67 так девочки у меня в таком органайзере использую какой был такой использую в общем ничего сложного тоже считаю что надо заканчивать красиво я в любом случае закончу я самый сложный участок вышел а мне вот этот был участок сложен потому что здесь все в рассыпуху и вот эта рассыпуха когда ты вышиваешь на конве с нанесенной схемой ну это же нанесенная схема правильно да на конве не с полной зашивкой с неполной зашивкой да нужно каждую бисеринку по два раза крепить иначе они просто болтаются и вот я в эту рассыпуху пока каждую по два раза прикрепила у меня немножечко кондратья хватило здесь полные получается вот где полная вообще нормально я прям рядочком так и дома потихонечку а здесь вот уже рассыпуха пойдет распуху тут было нет дальше вот как раз вот у меня еще тут кусочек рассыпухи кусочек нервов я еще тут здесь опять полная зашивка сюда дальше все это все полная зашивка то есть дальше на когда планируешь сушивать вообще очень скоро осень ну вот буду смотреть за свое свое окно это не такой за сильным видом вообще наслаждаемся этим я просто в прошлом видео и предыдущем показала вид из окна я думаю многие не удивятся когда из окна лес виден да но нам жителям центрального казахстана когда везде степи степи и когда из окна виден лес и такой воздух это это просто вау да мне этот лесу тоже очень нравится я покажу вот мой старый коврик и он уже до такой степени я его замутызила что он нужен плохой девочки он ведь он кого нет он просто плотный стал нет нет он был плотный и мне больше нравится вот этот коврик даже не продается он просто уже лезет вот видишь я все понятно и когда они цепляются и вместе с ними вот эти волокна цепляются его уже надо конечно утилизировать но мне так жалко а купить негде поэтому я без него так ну и сколько из процентов я не знаю я думаю что больше мне рассказать об этом процессе ничего и предлагаю перейти на другие следующий процесс тоже от черевна мыть правильно я говорю хоть а то я девочки извиняюсь если неправильно выговариваю еши с орхидеями с орхидеями дальше м325 ой вот этот процесс у нас станей совместники таня вышивает совместники мы с ней когда кстати весной на мы решили следы замутить такую небольшую совместить 2 уже 2 уже тогда и он работает между прочим 1 это 2 тоже раба рабочий совместник да мы решили что мы друг другу выберем какой-нибудь ну аля весенний летний сюжет потому что ну как-то лена всю зимние сюжеты вышивают у меня тоже девочки все какие-то сюжеты ну достаточно однообразные и мы решили что надо что-то вот изменить что-то ярко это когда марте в марте мы начали весной короче у меня есть кростич сага и не обманешь я сейчас точно наверно с марта скорее всего мы стартанули с тобой марте да вот и весенний год а то не выбрала несколько процессов и я выбрала несколько процессов мы друг другу созванивались по видео показывали каждый говорил почему этот процесс он выбрал что нравится и мы потом выбирали я встань для то не выбрала вот это вот гейшу с орхидеями чтобы она вышивала там она конечно тоже выбрала все шикарные процессы но вот я выбрала и гейшу тани мне выбрала из того что я показываю выбрала грибочки от савиного леса я вышиваю да и вот у нас с ней норма что в месяц мы должны вышить хотя бы тысячу крестиков вот на я на своей грибочек и таня и вот потихоньку потихоньку несмотря на то что нет времени там работает трудности другие процессы но тысячу в общем-то выше вы не доположь мои грибочки уже хорошо продвинулись уже у меня почти 60 процентов наверно у меня вот они здесь конечно больше по ним по крестикам но мы так с ней решили что если я закончу грибочки я какой-то другой процесс начинаю в рамках вот ну чтоб то не продолжала я тоже буду по тысячи вышивать на замену какой-то и вот по тысяче по тысяче таня потихоньку вышивает вышивая них не сколько у тебя получилось вышивальник у меня получилось 12 12 дней вот получается 4 месяца в месяц получается примерно по три дня ты вышивала получается разному у меня в мае побольше было дней в марте вообще два дня всего повышевала ну девочки у меня 15 и 5 процентов и давайте вам покажу что смотри ничего она играючи 15 5 процентов ничего особо там как говорится сильно не трудясь по чуть-чуть не напрягаясь не напрягаясь до ерунда и работа лежала а теперь она вышивается посмотрите как красиво сколько уже у нее вот выше хотя вот вроде бы вроде бы как бы совсем чуть-чуть вот уже с нижняя часть по диму метод не спится моя вот это я пальца показываю так вот получается цветочки вот здесь уже юбка получается вот эта часть это не вышита но здесь не до конца потому что здесь что у нас черное то что здесь будет бисер бисер поэтому то не его не вышивает очень красиво работает если нитки и бисер мы видим что здесь модера нитки модель его но я заменила канву а почему потому что в оригинале было 14 аккаунта и я видела вышитую работу очень очень давно к нам приезжала фирма черевно мыть на выставку формула рукоделия видела их в отшиве и она конечно светит мне это не понравилось поэтому я решила поменять на тоже цвайгорта и еду потому что здесь полная зашивка что я взяла 16 аккаунт бисер сразу предвосхищая вопросу девочек естественно он будет толкаться потому что в наборе идет одиннадцатого размера бисеринки я купил аппетит точно такой же цветный аппетит и 5 прекрасного потому что есть черный же он да там черный и коричневый но вы легко подобрать до цвета не такие какие-то сложные супер до цвета черные корни и коричневый подобрать и здесь же в самом наборе идут такие баннеры или как они называются девочки вот 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 это вот на что подвешивать подвесочки вот такие я думаю что я скорее всего покрашу но еще пока не только это не точно вот в любом случае они мне нравятся но принципе они будут чуть побольше но я придумаю может быть тут еще что-то у меня есть задумка в оформлении но пока до этого сюда можно по краю каким-то кантом обшить вот не место как раночка будет не все у меня там есть идея потом покажу если меня ее воплощу нитки идут на планшетке нитки кстати не дэмс и они пишут что это дмс девочки меня не обманешь я вышиваю с 12 лет я знаю что по нитке дмс здесь какие-то другие нитки но они неплохие ну там так и дмс если есть написано модель и кукол а модера да но это не модера тогда потому что дырин уже вышивала модель и за золотое лоруно идет но по текстуре они отличаются матери немножко жестче мне кажется кому не было дэнс и нет модели же написано что здесь с вами был канва модера нитки все это не работаешь я тут решила я изучаю я изучила лиза она вот просто это у нее шок мулины хлопок и иглы они не пишут какой фирмы ну раз здесь модель и написано что модель по идее да но модель и в принципе хорошие ниточки тебе нравится я но не не похожи и на модель у я же модель и тоже много вышивала но вот если взять нитки золотое руно так тактильно я скажу похоже у меня запасов модель и даже в оригинальных а ты знаешь что хочу сказать я например за много вышивала но немного но несколько процессов золотой рунов тем более все большие и нитки модель и вот именно в наборах золотое руно я с ними хорошо знакома и у меня есть нитки которые вот в таких вот как их в оригинальных у меня тоже есть и вот в оригинальных нитки они другие тут и между прочим вот в этих вот в наборчик ну как в оригинальных они мне очень нравится а вот золотом руно нитки мне больше нравится я вышивала один процесс полностью покупала нитки модера у нас тогда продавали еще в городе и мне они не очень понравились и когда золотое рною начала золотошвейку свою вышивать, думала там нитки модера и думаю, ооо, они мне наоборот да, ну видите, девочки вот так вот все выясняется но на самом деле я не жалуюсь, нитки хорошие здесь, просто я когда вышивала почему я была уверена, что тут ДМС вот видишь, хорошо, что ревизора приехал да, она спорит, что это не ДМС, а это модель а это и не ДМС, девочки ну вот, девочки, поэтому такой совет можете, совместники, таки организовывать смотрите, потихоньку-потихоньку, глядишь и процесс будет вышить, а так лежал да, ну и следующие тогда давай показываем знакомый домик домик от Dimensions, викторианский шарм ведьмин домик называет вышивается на примету яд его тоже вышел и утонет, естественно, есть такой процесс скоро он будет закончен да, этот набор я получила подарок от Леночки Тирамису видишь, у меня до сих пор сохранилась та наклеечка, которую она мне здесь прикрепила радость хомяка, девочки я когда приехала к Лене в прошлом году я же приезжала с инспекцией да, я же не просто так приезжала к тебе, к тебе, да в Караганду и я смотрела все наборы, которые не наборы, а уже вышитые работы которые у Лены оформлены и развешаны на стенах и среди них был дизайн как раз вот этого домика девочки, у Лены такое оформление как я не восхитилась причем я давно его хотела вышить ой, как приятно я сейчас сейчас вставлю фотографии девочки, если получится даже ну, у тебя же сохранилась фотография? да обязательно вставь, потому что вы знаете, все равно вот ты правильно, Лена, говоришь когда мы смотрим это на видео или на фото, это одно но когда ты видишь живую и все, меня переклинило причем я этот домик тысячу раз видела но в других оформлениях и он меня так не цеплял а тут я не знаю то ли у меня глаза открылись в нужное время, в нужном месте то ли у тебя так он волшебно был расположен на стене знаешь, даже в интерьере тоже большую роль играет над письменным столом сына получается висит, да? не над письменным, даже на компьютере не знаю, как-то он у тебя в интерьере так был расположен что он просто вот к себе приковал взгляд и все, я приехала я все бросила девочке начала прям тут же стартанула я вам покажу, что у меня здесь уже есть на желание на желание, да у меня желание сбилось и у меня на сегодняшний день вышито 47% и после того, как я начала вышивать ко мне приезжала моя подруга она живет здесь в Москве она вышивает, но не так много как мы с тобой, например и когда она увидела этот домик она побежала и купила себе такой же набор то есть ты запустила цепную реакцию, Лена и все и мы с ней еще тоже начали такой мини-совместник потому что я вышивала какое-то количество крестиков писала ей, что у меня например, там 10% давай догоняй меня она меня догоняла я тут же стартовала дальше вышивала, допустим, 13% пишу я у меня 13% она давай меня догонять пишет у меня 14% мы вот так на перегонке в итоге она меня сейчас перегнала потому что я же увлеклась тут бисером у нее больше 50% я еще до середины не дошла до экватора но в то же время у подруги уже много вышито но и меня тоже, считаю, немало вот у нас идея, Таня, возникла что осенью начать еще один совместник третий, долой-долгострой и Таня выберет свои какие-то процессы которые бы она хотела закончить и которые тянутся и я выберу у меня, естественно, тоже такие есть может быть, вот этот домик у тебя в долгострой и тоже закончится я не могу сказать, что это прям долгострой, Лен потому что ну, понятно, ты прошлое лет начало год, получается, да? ну, да, 20 июля начала ну, вот практически, да? плюс-минус несколько дней ровно год этому процессу ну, что здесь шить-то? хотя сама я тоже шила, девочки, долго почему-то я тоже начала таки не спорю половина у меня желания частично сбылось, что я там хотела отложила ты радостно отложила? да, да, да потом, думаю, надо же заканчивать и как-то так он не хотелся у меня заканчивать ну, все равно я его допинала и у нас очень трудно с оформлением в Караганде и на тот момент удалось все-таки хорошо, красиво оформить я тоже очень довольна оформлением а сейчас у нас уже Оксана Демидова говорила мы с ней в этом городе живем у нас самая наша любимая багетка закрылась и оформлять к сожалению практически у нас негде и я вот уже давно тоже ничего не оформляю ну, у нас есть где девочки но у меня пока нет возможности поэтому это тоже играет роль с другой стороны ты знаешь, мне радостно что у меня есть такой процесс потому что я его с удовольствием повышиваю он для меня вышивается легко ничего сложного нет конечно, я еще тут бэкстич только начала вот я кошечку отбэкала потому что она была какая-то знаешь, как будто незавершенная думаю, ну что-что кошечку я должна отбэкать я вот начала немножко но потом опять переключилась на крестики, полукрестики ну, потихонечку закончу так, следующий процесс все пожелаем тебе его завершить обязательно и смотрим, что там дальше у тебя интереснее ой, какая красота это ланарты восточная не, азиатская пара, да? восточная пара восточная? ну, азиатская азия ну, восточная азиатская пара восточная пара очень хочется вот видеть этого красавца но он... а мне не хочется а, это каждая девушка представляет своего кто ее обнимает поэтому он скрыт ну, все понятно ну, рассказывай, показывай когда начала сколько отшито ой, девочки это один из моих любимых процессов я его начала, да но потом я его отложила и у меня не было большой рамы но сейчас я теперь, девочки, богачка можно сказать у меня теперь лухари я купила себе гудстич раму и купила не только раму мне подарили станок я купила к нему рамы на 70, на 80, на 90 и на метр то есть я теперь могу разные форматы делать и также я купила боковые вертикали на 27 и 31 кажется у них идет ну, в общем я теперь могу делать все как я хочу что-то я не рассмотрела это еще почему? ну, где там твой станок потому что он его на сложителе он пока разобранный ну, ладно мы еще туда заглянем ну, он очень легко собирается ну, вот я смотрю вот такая приятная рамочка такая ты знаешь я покупала и от девочек я вышиваю я же тебе Марту дарила и себе тоже покупала и вот, девочки я вам скажу так ну, это лично мое сугубо субъективное мнение оно не обязательно правильное поэтому, если что не воспринимайте в штыки но вот я когда получила посылку от Гудстич они были идеально чистые потому что я взяла тряпочку и начала протирать блин, они были просто вот как стерильные настолько чисто все аккуратно качество на высоте вот Гудстич Браво я ни кого не рекламирую девочки потому что я давным-давно не занимаюсь никаким ни блогерством не снимаю видео это чисто вот мое мнение как потребителя ну, приятное мнение я так думаю для компании для производителя Гудстич ну, правда и они очень шикарные вообще они тут же отзываются все пишут я им писала среди ночи в 10 часов вопросы они мне отвечали я в восхищении просто даже от сервиса в общем я теперь вышивать могу все что угодно и как только я получила вот эти рамы я сразу же установила я продолжила я сразу как жахнула у меня сейчас 33% до этого было вышло на самом деле много большой участок у тебя отшит она же работа большая треть работы вышита работа большая да, работа огромная а здесь бэкстича еще будет? бэкстича здесь по-моему нету я не помню надо на превью посмотреть может быть там губы или глаза нет, а вот здесь вот в этом месте нет, в этом не будет окажется что как будто еще все бэком будет нет но она огромная здесь ну как огромная конечно девочки кто вышивают хает или ст они там посмеются надо мной но для меня девочки это большая это 62 с половиной тысяч крестиков ну да как бы я я считаю что она большая ну а как основа тебе желтым по желтым шикарная я же уже на таких основах вышивала от ланарто я много работают ланарто вышла в свое время я обожаю их основа она мягкая очень вышивать одно удовольствие ну и схема наверное несложно у них всегда разработка все продумано все вот идеально вот здесь наверное немножко чуть-чуть поиграться а так вот здесь все наверное быстро-быстро берешь ниточку до конца шпаришь и я же вышиваю еще по кростич-саге поэтому она очень легко и здесь вот такие еще бусинки будут а где они будут у нас а вот мне кажется в прическе где-то они в сережках может в сережках может в прическе но где-то наверху но я еще не дошла поэтому как только будет возможность я прячу девочки у меня все процессы вот так хранятся в таких зиповских пакетах как они правильно называются зип-пакеты такие вот и кстати у нас они продаются на Вайдберисе я даже не знала я думала что у нас все конец света зиповских пакетов я больше не куплю ничего подобного девочки все есть в продаже я недавно купила и в общем жизнь продолжается можно начинать еще столько же процессов ну хороший красивый желаю тебе вышить я думаю ты его обязательно вышьешь у тебя же есть такой набор в запасах я помню да у меня сын сказал мама выше мне ему очень понравилось когда мама выше вот я смотрю на картинке он как-то ярче чем вот здесь вот здесь вот темнее как-то здесь как-то все ярче ну она просто светит да ну а потом опять же не забывай что превью они немножечко отличаются здесь светлее все цветовая гамма девочки вышивали я видела Наташа по-моему вышивала Наташа очень красиво тоже смотрится она вышивала не по оригинальному набору ну и тоже хорошо получилось шикарно получилось я не знаю насколько я когда-то вышью или не вышью но мечтать не вредно а может я тебе выберу как следующий процесс а ну если я его тоже совместничек замутим нежданчик будет называться девочки покажем следующие процессы и следующий процесс это наш совместник тоже с Таней первый совместник где-то осенью мы наверное с ноября по-моему начали с ноября да я начала вышивать великолепный век от Dimensions а Таня вот эти розы она тоже показывала несколько процессов она была у меня видела у меня отшитые розы я знаю что этот набор ей давно нравится даже раньше чем мне он ей нравился я как-то не понимала мне не очень это нравилось потом меня накрыло я его вышла от Таней все нравилось нравится и все лежит можно 5 капец давай давай девочки все было немножко по-другому мы в общем с Леной решили что у нас есть такие наборы в запасах которые лежат знаете уже энное количество лет и мы как бы не знаем когда ну когда придет время да то есть как бы нам их хочется вышивать они нам нравятся да условие было что мы старые не новые а старые да это я забыла да и мы решили что все-таки мы наверное возьмем какой-то такой процессик и вернее несколько наборов и друг другу предложим и Лена предложила на выбор 5 наборов для меня а я 5 наборов для нее и среди них был вот этот набор от Риолис Роза Ренуара и конечно же я просто не могла его не начать потому что во-первых Лена мне его выбрала во-вторых я его очень очень давно хотела вышивать потом это же ну как бы а-ля репродукция известные картины да Гюста Ренуара и у меня вот так на сегодняшний день я вышила 19% вообще не напрягаясь да вот потихоньку потихоньку и бац будет готовая работа да а так бы лежал не вышивался бы этот процесс а так продвигается я вышиваю где-то по 1000 крестиков в среднем в месяц ну вот у меня в декабре было когда я чуть побольше вышила наверное и все ну я побольше вышиваю потому что я этот процесс хочу закончить у меня там буквально ну я и поменьше размером да и поменьше где-то у меня 7 или 1000 крестиков наверное осталось ну вот по саге там 7 со всеми стежками я так мечтаю что летом все-таки я его закончу по-моему по-моему у тебя там 35000 крестиков где-то нет больше меньше мне кажется меньше даже помню ну там не больше да мало там осталось уже у меня у меня уже это практически вот так одна четвертинка это уже значит оно короче совсем чуть-чуть да а у меня вернее не у меня в этом дизайне 58300 крестиков и ну сами понимаете эта работа тоже не маленькая девочки многие вышивали кто вышивал те знают и в общем-то ну я пока все внизу вышиваю розы у меня еще пока не появились но у меня есть одна розочка ну я поддержу тебя другим каким-то процессом чтобы ты вышивала чтобы не положила чтобы а я не положу мне нравится этот процесс ты еще вышила в общем я не знаю только насчет июня потому что ну были тут определенные моменты но мы с Леной договорились что я буду нагонять следующим месяцем и я обещаю тебе что я продолжу ну в гейши ты вышила да ну организация у меня здесь девочки вот вот такая ничего особенного у меня все вот так большинство дизайнов икея рулит да икея рулит ладно у меня гамморские органайзеры рулят девочки я тут а сколько у тебя их штук 115 ну штук наверное 10 есть плюс еще паковские есть плюс еще отнизонки есть просто у меня где-то по два органайзера задействованы умничка умничка ждем продолжения все следующий процесс давай следующий процесс это риолис Танечка рассказывай что да как почему почему я начала этот процесс да ой девочки ну я же есть два клинья и все процессы от Лены это вдохновение называется Лена розы домик а теперь климт поцелуй климта который я еще не вышла а я уже половину вышла даже больше ну при чем тут мое вдохновение если когда я смотрела все твои запасы всю твою норку я не знаю как-то по другому наразглянула мне нравятся эти дизайны у Риолис по мотивам климта и на самом деле я конечно хотела даму с веером я от нее просто фонотела но мне в разработке Риолиса не нравилась фоновая часть она очень сильно отличается от оригинала как будто я такая деловая видела оригинал у нас есть интернет где можно посмотреть то что показано в музее да и то что сам рисовал климт и очень сильно отличалась фоновая часть потому что дама с веером у Риолис она какая-то горчичная и в итоге я купила от золотых ручек в бисере поэтому я буду вышивать но когда я была у Лены у Лены был именно этот набор в запасе и я так на него посмотрела думаю а почему мне его до сих пор нет вот почему нет надо вышивать и я же люблю просто желтые цвета вообще все дизайны желтых оттенков у меня таких много девочки я не знаю может мне солнца не хватает может быть это оптимистичный такой цвет цвет жизни поэтому я решила что мне тоже это надо почему у Лены есть а у меня нету я приехала и сразу же заказала на Вайлдберрисе мне приехал этот наборчик и я его не откладывая начала и на сегодняшний день у меня вышито 56% ух ты вообще это по плану должен быть уже финиш а по плану он у меня уже пять раз должен был быть финиш если никак ну ничего сейчас зима длинная летом шерстью то не очень вышивать а вот наступит холода осень так как шерстями ниточками приятно вышивать будет тебе и глядишь к новому году закончишь зима холода одинокие дома я люблю вышивать в это время нитками атриолис а-ля шерстяными да ну это акриловые нитки всем известно об этом ну я люблю мне нравится и ты знаешь вышивался очень легко вот эта часть вообще легкотня ну да мы как всегда с заморочками вот платье девушки вышивалось сложновато я так скажу Лена сказала что она тут не видит одиночек но они здесь девочки есть вот эта часть тоже вышивалась легко тело вообще просто вот два цвета и пошпарил как говорится вот видишь мужики вышиваются легко а женщины ну что здесь сложного я чуть не смотрю то что вот здесь вот это вот как вот шахматка идет смотри шахматка ты думаешь здесь один цвет нет ну что нет ну вот здесь чуть-чуть три крестика другим ну это да но я же понимаешь как я же все закрепляю вот эти все мелочевки мне надо туда-сюда эту раму туда-сюда эту раму я просто постоянно переворачиваю чуть-чуть потерпелась и все прекрасно будет там еще в волосах у меня немножко будет такая свистоплязка как говорится да а в остальном ну здесь еще вот эти креста ну это же как около волос получается ну ты знаешь как я вышивала я допустим повышиваю этот кусочек мне надоест вот это без конца туда-сюда раму переворачиваю я беру ее руку и пошпарила потом думаю фу что-то мне надоело этим одним и тем же цветом шпарить беру опять кусочек другой повышивала ну в общем несложно вышиваться за разнообразие за разнообразие и кстати я купила уже риули набор риули с новой новой комплектации девочки я не знаю как вам это нравится честно я прям снимаю шляпу перед теми девочками которые прям пищат и в восторге от этих намоток я не могу у меня нервы сдают я даже вот видите пошла из своих остатков нашла такой же цвет который нарезанный потому что мне проще брать уже нарезанные нитки вот это вот отматывать меня так это нервируется но я как представила что это все перематывать разрезать да 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 лишняя работа ну пристроила подстраивайся я подстроилась конечно да мне деваться было некуда потому что охота пуще неволе и так как хочется дизайн как говорится без труда не вытащишь рыбку из пруда и я вот как бы мучаюсь плачу и вышиваю девочки и схема кстати здесь очень интересная она она как-то так расположена так у нас видно я когда ее открыла она должна быть вот так то есть вот здесь ключ у нас с этой стороны а здесь сама схема и то что я когда я начала вышивать я думала что это низ я постоянно не могла понять да что же у меня все не сходится думаю у меня какая-то не та схема скачанная для кростич саги и все время ковыряла ковыряла и ты знаешь до меня наверное только на третий на третий раз дошло я уже начала вышивать по перенабору потом ее крутила вертела думаю какая-то она вот как-то она непонятно почему она вот так а потом до меня дошло что она вот так в общем какое-то расположение странное но здесь есть еще вторая часть отгадай для чего она для бисера для рубки да тут видно рубку а где бисер ну вот наверное вот-вот-вот-вот-вот бисер вот-вот-вот вот они так все ревизора мне все помог девочки отлично теперь ее закончу Потому что бисер здесь тоже в дизайне идет. А куда его делали? Вот здесь даже цвет бисера. Один золотистый, два сиреневый, черный. Вот здесь все прописано. Просто внимательно смотрела еще. Мне что-то инфаркт не схватило. Я думаю, тут же должен быть бисер. Где он? Где он? Он в пакетике девочки лежит. Да, да, да. Значит, упаковщица 25 его запрятала вот таким образом. Зеленый. Да, здесь очень... Четыре это зеленый. Видишь, здесь где-то четыре у нас. Ну, тут несколько видов. Вот, видишь, вот такой вот красный. Да, пять видов, да. А он зеленый оказывается на самом деле. Да, вот пойди догадайся. Да, вот в волосах, наверное. Ну, ладно. После золотых ручек мне не страшно. Когда я уже 65 цветов научилась различать, то я думаю, впечатлить. Да, да, да. Так что вот так вот я... Классно. Я желаю, чтобы до нового года был финиш. Буду надеяться. А мне хотелось бы в этом году его закончить. Пожелаем Тенечке удачи. Следующий процесс летчистить. В этом году, наверное, тоже начинала, да? Букет, ваза. Очень красивый такой дизайн, между прочим. Большой. 54 цвета. 16 Аида цвайка здесь вижу. Используется крест-полукрест. Я здесь... Сложность пятерка. Размер 44 на 36 с половиной. Все замечательно. Анкор. Ты думаешь, что все замечательно? Ну вот я вот здесь прочитала. Здесь прям все замечательно написано. Рассказывай от фирмы Лукас. Но вот это летчистить. Рассказывай. Ой, Лена, это рубрика «Боль моя, ты покинь меня». Потому что я не ожидала, мне не понравилось. Что за подстава там была? Сейчас расскажу. Девочки, давайте я, наверное, покажу, что я навышевала. У меня здесь вышито ровно 6%. Вышито просто с болью и с моим недоумением. Потому что, когда я купила этот процесс, я думала, боже, какие розы, какая красота. Ну это же просто... А ваза какая здесь. Великолепие. Красивая ваза. Как вышью, как оформлю. Единственный процесс у меня будет, который я оформлю за последние два года. Какой там? В общем, воссу ныне там. Как начала, так и закончила. Но, в общем, он у меня ушел в долгострое. Когда я его продолжу вышивать, я не знаю. Мне не понравились нитки. То есть, у тебя сейчас желание не этого вышивать вообще? Не то, что желание. Я не хочу этими нитками вообще ничего вышивать. Я еще хотела несколько наборов от Lady Stitch купить. Мне дизайны нравятся, но я поняла, что нет. Хотя девочки говорят, что у них сейчас какие-то луковские нитки, которые просто великолепные. Но вот это... Это трэш. Трэш-шовый. Видно, что я там вообще показываю. Видно, видно. Потому что, девочки, я не вижу, что я там показываю. Что Лена будет поправлять в своем кадре. В общем, девочки, нитки красивые на вид. Палетки меня тоже эти раздражают. Но это ладно, это как бы не самое страшное во всей этой истории. Опять же, это все отматывает, меня напрягает. Но они просто... Я вот вышиваю, и они расползаются. Почему? Не знаю, Лена. Я вышивала на той конве, которая сюда вложена. Я ее не поменяла. Видишь, что нитки анкор. Значит, это не анкор? Они не похожи на анкор. Я тебе говорю, у меня такое впечатление, что они свистят, что это анкор. У меня все подозрение, что там свистят, что дэнсы. Доказалось, модеры. А может, мы сейчас прочитаем, что здесь бестекс, как кажется? Нет, нет. Ну, в Молдову здесь бестекс явно не может быть. Ну, не знаю. Не знаю, девочки. Может быть, бывают нитки, знаешь, где-то лежали, может, какие-то неправильные хранения или как. Я даже не знаю, почему они вот так расползаются-то у тебя. Не знаю. Вот я тебе показывала же на видео, может, ты помнишь? А, кстати, я у кого-то из девочек в видео тоже слышала, тоже про Леттистич рассказывали, рассказывали, что там нитки не очень тоже понравились. Я не помню, у кого. Я все нарезала. У меня нашлось терпение, чтобы все это нарезать. Организовать. Организовать. Более того, я все это вот подписала, сделала все символы. Красиво, аккуратно. Я купила перенабор, а не просто так. Ну, дай, посмотри, что там за нитка такая, что, которая тебе не расслабывает. Ну, ты так не увидишь, надо вышивать. Нет, ну вот, если даже на ощупь... На ощупь они хорошие. Да, на ощупь хорошие. Приятные. Но Анкор, он какой-то более блестящий, более мягкий. А этот как бы не такой мягкий, как вот Анкор. Анкор, вот в этом наборе Майя, в наборах Риолис Анкор, это ниточки намного как-то вот, они мягче и блестящие. А эти какие-то такие вот, ну не такие. А я сейчас вышиваю же Величие Природы. Там же тоже вот лоток. Ты говоришь, что у тебя хорошие нитки. Хорошие нитки там. У тебя там нитки тоже Анкор были написаны. Анкор написано, но они у тебя не ползут. Они нет. А у меня ползут. Вот что-то вот, оно даже на ощупь, как так сактильно, а не какие-то другие. Не знаю. Если бы он 20 лет лежал бы у меня в запасах, я бы могла подумать, что ну хранение неправильное, там не знаю, там сгнили или еще что-то. Но я его купила, начала вышивать. Вот я его начала вышивать в конце февраля. Это свежий набор, я его купила в этом году. Я, девочки, не знаю, как бы у меня теперь вот. Это будет долгострой. Когда я его буду вышивать, я не знаю. Девочки, напишите, кто вот вышивал его именно в 22-м году, 11-го, 11-го, производитель пишет, что сделал знак Лука здесь стоит. Этот набор. Расскажите, у кого вдруг тоже такая проблема, как у Тани? Или все-таки Тане так повезло с этим набором? Или Таня криворучка не умеет вышивать? Очень интересная обратная связь. Но Таня как бы не первый год вышивает. Да, и много ниток. Извините, идиллию вышила от Овен. Там вообще медаль надо сдать кировскими ниточками вышила. Пенка? Вот, да. Так мне было приятнее вышивать, чем вот этими. Вот я и говорю, там медаль может дать. Сам дизайн я от него просто до сих пор в восторге. Мне так хочется вышить. Ну, не знаю, девочки, единственное, что если, может быть, я точно так же буду там, ну, тысячу крестиков в месяц не осилю. Если по 500 крестиков, ну, это, знаешь, 10 лет вышивать. Ну, я тебя так мучить не буду. В общем, пока не знаю. Девочки, очень нужен ваш совет, отзыв, что и да как, было ли у вас и так далее. Ждем обратную связь. Следующий процесс, это премиум набор от Риолис, очарование, лето. Ну, показывай, рассказывай. А вот здесь как раз ниточки анкор. Вот тоже написано анкор, и здесь они реально анкоровские нитки. Ну, давайте на ощупь. Вот они блестят, и они мягенькие. Они другие, да, они мягенькие блестят. Ну, он горжи выпускает в нескольких странах, может быть, еще от этого зависит. Короче, девочки, мы не знаем, но здесь у меня другая беда. Да, да, да. Сейчас я вам расскажу. Нитки хорошие, канва хорошая, набор хороший. Здесь дело не в нитках. Давай покажем, сколько я вышила. А, даже ты основу заменила. Ну, да, девочки, понимаете, вот у Тани что-то, как у того плохого танцора. Я, ну, как бы здесь же не полная зашивка, да, и здесь шла Аида, это 14-го каунта Цвайгард. И я, как бы, подумала, ну, зачем мне этот, как бы, Аида, у меня же куча равномерки, давай вышивать. И я взяла здесь Мурану. И я прогадала с размером каунта, потому что здесь надо было брать что-то больше 28-го каунта, потому что здесь идут крестики в триники, и они все толкаются, и вышивать очень тяжело их укладывать. И в итоге я вот повышевала, повышевала, здесь у меня 5% выше, и я поняла, что нет-нет-нет, не хочу я больше так мучиться, и я буду его рестартовать. Ну, понятно. Короче, обнуляем. Ну, практически, можно сказать, обнуляем, пока он лежит как долгострой. Ну, а так тебе процент нравится вышивать? Ой, мне нравится дизайн, ну, посмотри, какая она красоточка. И цветочки. Ты же не любишь цветочки, а я люблю. Ну, почему сразу я не люблю цветочки? Мне тоже нравится, но как-то вышивать просто мне немножко их сложновато. Ну, здесь рассыпуха. Да, рассыпуха всегда, мне в мире ты все лень, но я все вышиваю тоже. Ну, сколько процессов у меня тоже с цветочками были, я же вышла, а не сказать, что ой, цветочки я вышивать не буду. Ну, да, целых два процесса. Почему два? А в Дименшинс, там сколько цветов у Мэншинс? Где у тебя в Дименшинс? Здрасте. А всякие маяки с цветами, там сколько цветов? Ой, ну там... Ну, конечно, там совсем. У тебя только от Ланарта. А домик Дименшинс у меня вышит, там сколько цветов? Ну, ладно, уговорила. Пять процессов есть, наверное. А вот это... Ведьмин. Домик, там сколько цветов? Короче. В общем, ладно, девочки, Лену не переубедишь, потому что... Ну, Лена ревизор, поэтому ей виднее. На этом, больше мне рассказать об этом процессе нечего. Предлагаю приступить к просмотру следующего. Обнуляем. И к вопросу о долгостроях. Вот такая красота. Это старая коллекция Дименшинс, да? Да, это Магнолия Сиренада. Магнолия Сиренада, 41 на 46. И это вышивается на страмине. Да. Кто вышивал на страмине? Поднимите руку. Таня начала вышивать на страмине, поднимает руку, но не закончила. Это старинушка моя, и это самый долгостройный долгострой, который у меня есть. В 2017 году я его, девочки, начала. И через три года ему будет ровно 10 лет. А вот, сын, и не там. Видно или нет у нас в экране, все видно. В общем, все, что я вышила, вот. Вот эта часть, получается. Вот она вышита. Вот она, красота. Вот этот мой позор. Ну да, я здесь посмотрела. Конечно, очень трудно понять, каким цветом где вышивать. Схема там, конечно... Я говорю, ну по схеме смотри. Но Таня показала там по схеме, да... Наивная Лена, думаю... Ну, просто здесь надо, наверное, разобраться, как бы... Один раз вышлишь, поймешь, и дальше будет полегче, как говорится. Но в любом случае непросто. Прошу прощения, у меня тут все упало. Значит, здесь у нас идет 36 цветов. Ниточек, ну не ниточек, а ниточек меньше, да, но здесь идет еще много блендов. А схема здесь великолепная. Пожалуйста, у кого со зрением все в порядке, кто не боится слепнуть от красоты, можете посмотреть, отвлечься от экрана. Вернее, отвлечься от вышивки и посмотреть на экран. Значит, вот эти крестики вы вышиваете четвертым цветом. Вот эти крестики первым цветом. А где там оно... Это не крестики, Лена. Это полукрестики, это гобелинжи. Ну да, полукрестики. Ну, если мы, 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 стежки, короче говоря, неправильно сказала, стежки. А где-ка на границе, какая граница... Ну вот, видите, это здесь даже увеличено, чтобы тебе понять, какая где граница. Ну да. Все понятно буквально. Особенно вот в этих вот участках прям вообще все великолепно. Ну вот, видишь, 23. Ну, в общем так, мне не зашло, потому что... Ты же знаешь, что это моя любовь к бумаге, к страмину и ко всему твердому. Но с другой стороны, к деревяшкам, к вещам, я знаю. Не знаю, у меня вот тут этих крупных дырок, глаза рассеиваются. А во сколько они сложением шиваются? Шесть нитей. Пасмой, что ли? Ну вот, у тебя все, шесть нитей все вышиваются. Слушай, ну и пасма дименчис здесь? Ну, как пасма? Ты должна каждую ниточку вытащить. Не, ну я поняла. Здесь только ниток дименчис. Это такой донор, если ты не можешь вышивать. Ну, нет, я буду вышивать. Да, ну? Да. Девочки, все слышали? Меня словили на слове. Блин, ну я не могу, Лен, она очень красивая. Ну она красивая, но это, я не знаю, с 17-го года ты ее будешь вышивать, она у тебя лежала... Сколько, 7 лет? Хочешь посмеяться? Ну, сделай паузу. Давай. Пронесла. Смеемся. Я не поняла. Девочки, Таня садомазыхилком. Я не поняла. Это тоже на страмини, что ли? Конечно. Ты еще один не вышла, а второй уже купила. А, парни, парни. Ну я не выдержала. Парни. Я сначала думала, ну зачем он мне нужен, как бы, я же не вышла даже первый. Но ты же понимаешь, что чем дольше идет время, тем труднее их достать. И я поняла, что я, как тот куркуль, должна иметь у себя в запасах. Вот я тебе хочу сказать, вот я смотрела видео, по-моему, вот у нас, я вышиваю, ее как зовут? Инна, да? Да. Инна, она вот ездит в гости к вышивальщицам, и там показывают они свои процессы. И вот одна из них показывала, что, по-моему, она, я если не ошибаюсь, ее ездит, и вот вышила много гобелинов от дименчис. Инна тоже удивлялась, тоже говорит, как вот здесь, куда, что. А та говорит, вот главное присмотреться где-то, что-то. И примерно вышивать. Да, примерно вышивать. Ты вот видела это видео? Видела я все. И вот она как-то вот поняла этот принцип, и все вышивается. Может быть, до тебя тоже как-то так вот... Я перфекционист, понимаешь? Дойдет. У меня проблема в том, что ты же... Отключи его. Лена в шоке, понимаете, от моего перфекционизма, девочки. Она в шоке от моего шкафа с вещами. Я уже не говорю про вышивку, да, даже вот элементарные вещи. У меня все должно быть тютелька в тютельку, точечка в точечку. Выкинь свой, отключи его на время. Да вот если бы я могла это сделать. Ну, не знаю, мне надо набраться силы. Приблизительно. Вот, например, взяла вот эту часть, вот вышила вот эту вот раму. Все, она вышита, вот этот цвет. Потом вот эту, например, часть платья, вот это вот розовое, где я вышила. Потом это голубое, где я вышила. Потихонечку, потихонечку, почуть будешь вышить. Раз тебе нравится, значит, ну, куда-либо. Надо вышивать. Может быть, потому что я еще кобелином не умею вышивать. Ну, это, опять-таки, это навык. Это навык приобретаемый. Так что... Согласна. Ну, количество ниточек, я, в принципе, уже как-то показывала. Но давайте я еще раз покажу, потому что это надо видеть, девочки. Это вот. Это прям жалко. Столько ниток, где Мэншинс, у Ханзуха, еще. Ой-ой-ой, я бы и нашла применение. По шесть ниток. Да-да-да-да-да. Представляете, здесь сколько? Ну, Тань, если нравится, шей. Здесь даже где... Давай, справишься, у тебя получится. Даже где бленды, здесь идет 3 на 3, да. 31, 32. Ну, куда-нибудь вышью. В общем, девочки, он долгостроен, но это такой оптимистичный долгострой. Но вы ведь слышали все, что она, это будет вышивать. Все понятно? Это не обнуляется процесс. Не, не обнуляется. Следующий процесс, это золотое руно. Ну, вот и золотое руно есть у тебя. Тоже ниточки Мадейры здесь, если что. 31, 34,5 см, 57 цветов. Так, канва какого? 16, наверное? Да. Ну, давай, показывай. Воспоминания о Лете по мотивам фото Малина. Воспоминания о Лете, но воспоминать тут не о чем, девочки. Вот, все. Это долгостройчик. А что так? Ты знаешь, я как и начала вышивать, в принципе, схема несложная. Тут достаточно такие простые все символы. По саге по схему? Да, конечно, где же я тебе сагу возьму? Нет, у саги. Девочки, если вдруг есть сага, имейте в виду. Помогите, бедная вышивальщица. Помогите, кто может. Помогите, кто может. Потому что на эту сагу, на этот набор, по-моему, нет у девочек еще саги старой. Ты понимаешь, я же могу сама сделать перенабор, но мне лень, девочки. Не знаю, вот как-то у меня не... Времени не хватает, ну все, конечно. Ну, просто когда у меня есть возможность перенабрать схему, я думаю, что лучше я это время использую для того, чтобы повышевать. А что за пароль? Это низ. Это N, это N, это N. Это низ. Это низ. А здесь, вверх. Потому что когда я ее расчерчивала, мне нужно было понять. Чтобы никто не догадался, все понятно. Тут разметка уже все разметена. Ну, большой, большой. Здесь должно быть шесть фрагментов. Схема просто, это простыня. Ну, я не буду ее разворачивать, девочки. Ну, и несложная, да? Ну, многие, кто вышивал золотой роман, знают. Мне нравятся их схемы. Я раньше, когда вышивала по бумажной схеме, как все нормальные люди, очень легко здесь зачеркивать, значки крупные. Да, я так и делаю. Все видимые. Вообще, золотое руно, молодцы. Я обожаю золотое руно. Вообще, сколько я вышивала, всегда мне все нравилось. Все всегда хватало, была довольна. Так что золотое руно, вау. Рулить, браво. Я так и делаю, Лена, я тебе покажу. Вот, я все тут заотчеркиваю. Ой, извините, у меня тут все полетело все. А, ты здесь даже склеиваешь. Ну, конечно, я все сразу склеиваю эту простынь. Вот она. Сейчас мы ее так протянем в камере, девочки. Это низ. Да, это низ только. А, ну, понятно. И таких еще наверх несколько фрагментов. Ну, еще тебе не шить. Смотри, вот берешь, и пошла, и пошла, и пошла. Она легкая, но здесь будет заморочка, где цветы начнутся. Ну, хорошо, шансы есть? Не знаю. Ты знаешь, как-то я начала, видимо, с такого угла, где-нибудь скучно все. А, ну, правильно. Здесь один цветочек, и все серое, и потом все белое пойдет. Потом пойдет фон вот этот здесь тоже. Ты знаешь, когда все серое-серо-серость, потом белость-белость. Я думаю, ну, где же тут лето? Лето нет, как бы все. Ну, хотя у нас такое лето, ты же видишь. Лена приехала, у нас сезон дождей, девочки. Ну, тепло. А сегодня небо нас балует. Вот мы когда в машине, либо в каком-то здании идет очень сильный дождь. Как только мы выходим, дождя нет. Прямо нам все. Да, нам очень везет в этом плане. Да, второй день нам везет. Ниточки вот здесь, короткая нарезка, это меня тоже не прикалывает. Ну, знаешь, может быть, я приспособилась. Берешь две и вышиваешь, и радость тебе. Да я знаю, конечно. Если, например, маленький участок, берешь одну. Ну, смотря по длине, по участку. Ну, в общем, девочки, процесс, в принципе, легкий, но как-то вот, не знаю. Нет настроя на эту серость. И когда же ты это дело начала? Ой, это, наверное, 18-го год. А, тоже долгострой. И сколько процентов отшито? А, мы не можем сказать, мы же по бумаге. Да, все, все, понятно. Я думаю, тут один процент. Ну, не, 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 не один точно. Ну, где-то пять процентов отшито, наверное. Да нет, ну, пять нету. Ну, все. Ну, в общем, девочки, здесь рассказывать не о чем. Давайте следующий процесс посмотрим. Давайте. Ну, что вы думаете, у Татьяны буквально нечего вышивать? Гена Хамючевна. Ланарты, деменшинс, что там у тебя еще? Золотые ручки. Золотые ручки. Золотое ручки. Миробилье. Миробилье. И тут бац, неадекватный сюжет. Ну, если, знаете, у меня нет слов. Таня, объясняй. Ну, что объяснять? Те девочки, кто в теме, те поймут. Но я думаю, таких будет, может быть, один человек. Два с половиной. Если это будет хотя бы один человек, кто посмотрел это видео, девочки, напишите, мне будет интересно. Это китайский, естественно, набор, как вы видите, по обложке. Заказывала его на Алиэкспресс. Это он и он. Да, это он и он. Это дудочка и... И не дудочка. Это очень красивые цвета. Серый. Мои любимые. И коричневый. Не, ну, хотя я этого совершивала, Силан Винтер, у меня там только 90 оттенков серого, но как-то... Значит, Силан Винтер тебе сирый нравится. Да, ну, там синий, красный, яркий. А здесь как-то вот это, ну, ну, ладно. Ну, два буквально анимешных красавца. Вот что тебя зацепило в них? Лена, ну, это же по мотивам магистра дьявольского культа. Лена сидит с такими глазами, девочка. Если бы вы только видели. Ну, кто в теме тут поймет, я не буду рассказывать. Я своих эльфов вышивала, хотя я от эльфийской темы вообще далека. Я даже... У вас интересный раз доказала. Я тоже от этой темы далека. Девочки, кто знает, тут поймет. Не, ну, ты даже название знаешь. Ну, естественно, как же ж, я не знаю. Вот. Посмотрите на мой прекрасный отшив. А давайте посмотрим на все вещи, всю простыню. Это какой каунт? Это 14-й. Хорошо, не 11-й. Да, ну, тут всего 38 цветов. Так, люди на 11-м еще шьют. Да. Смотрите, 38 цветов, вот такая пачка ниток. Ну, ты как-то мало на такой большой. Мне кажется, они тема положили. Думаешь, мне не хватит? Мне кажется, нет. А нитки, кстати, шикарные. Ну, и вообще, не могу. Мне СХС приятно вышиваются. Я не знаю, это СХС или нет. СХС это я хочу сказать, да. Ты уверена в этом? Уверена, что это СХС. Я никогда не вышивала СХС. Это СХС 100%. Слушай, ну, приятно. Я профессионал по СХС, знаешь. А я не профессионал, я даже не знала, что это СХС. Ну, СХС, вот лучше кировских. Ну, значит, там нитки классные. Я ими повышивала вот целых, не знаю, 200 крестиков. Кайфанулась. Мне кажется, даже больше, да? Ну, видите, сколько, смотрите. Да. Кайфанула и отложила. А что? Ну, серость же. Ну, где серость? Смотри, здесь как и синий, красный, зеленый. Да, конечно же. Видишь, зеленый? И вышивай. Вот, девочки, синий, красный, зеленый. Тут, понимаете, тут... Ну, а ты когда покупала, не видела, что ли? Ты видела я все? Ну. Ну, меня перло в этот момент, мне хотелось вышивать этот дизайн. И все. И вот как поперло, так и расперло. А больше другой картинки нету? Это вся картинка? Все. Да. Ну, понятно. Не, ну, может она вышиваться красиво, вот, Тань. Ну, повышивай года два, поймешь. Года два, ты думаешь, я вышиваться года два, но тут на 20 лет у меня. Ну, а ты возьми, как некоторые девочки, чтобы понять, стоит вы вышивать или нет, они начинают вышивать лицо. Вышить лицо и волосы, а вот это вот... Ты обо мне плохо думаешь. И что? Я начала. Не, ну и все, что ли? Это что, мало, что ли? Не, ну это не серьезно. Ты вот вышивай лицом волосы вот этого, вот этого чудика, и потом поймешь, стоит дальше вышивать или нет. В общем, девочки, Лена меня тут высмеивает. Если лицо будет плохо, то не надо вышивать, что вот мучается, вот столько вот... А я уже вижу, что лицо будет плохо. А почему? Ну, потому что посмотри на эти болезненные оттенки ниток. А так, ты помнишь у меня на моем, это, китайском процессе, по нанесенке жених и невеста где, по Рональд Весту, который... Который у тебя в долгострой ушел? Да, который там тоже, вот цвета тела, не тела, и надо все распускать. И так и лежат у меня. Я переделываю все. Хотя до этого я вышивала китайских два тоже. Они прекрасные были. А это вот раз на раз не приходится. Ну, Лен, мне хотелось пошивать что-то по нанесенной схеме, попробовать. Девочки так хвалят, рассказывают. У нас есть реально девочки, которые кайфуют от китайских наборов. А ты не кайфанула? Я думаю, я что, лысая, что ли? Я тоже хочу кайфануть от китайских наборов. Ты бы взяла какой-нибудь, ну вот такой вот, кайфанула бы. Ну, что ж ты вот сразу так решила, если кайфануть? Ну, потому что не было такого дизайна, 275 крестиков на 385. Ну, да, ну что, ничего не кайфануть. Ну, пусть будет. Ну, и как дальше? Он меня вообще не смущает, лежит и лежит уже, год лежит. Это твой пенсионный фонд? Да, может быть, вообще и никакой не фонд. Слушай, а кайфочка, между прочим, вот эта, не сильно такая жесткая. Вот я вообще молодой на китайской. Есть такая вот дирюга-дирюга, а это такая, в принципе, хорошего качества набор, между прочим. Пробуют? Ну, нитки хорошие, ткань хорошая. Да, нитки, ткань зачетная. Дизайн, шкарный. Ну, дизайн, конечно, для меня скрытого гамма, так себе. Так, девочки, ну, сейчас покажем поярче. И яркий, красивый, позитивный. И бери и вышивай. Да, смотри, сколько она вышивала. Ой, как красиво. Ой-ой-ой. Нравится тебе? Да, Лена Тимиромесу вышла. Леночка, привет, ты молодец большая. Я все переделала, девочки, я же... Ой, смотри, как здесь блестит. Это кренник, Тань? Да. Ой, какой кренник. А он по набору шел? Да, он набор идет. Ну, а что за набор-то? Так, у меня вышло 7 тысяч крестиков из 70 тысяч. Ого. Ну, здесь 69-900 там с копеечкой. А что за набор-то? Вот это понятно? У меня 10% уже. Не понятно, что за набор. Как это? Анкор. Это не моя коллекция, но у них раньше был Анкор премиум. А, ну, здесь непонятно, что Анкор люди для Ява, например... Ну, обрезала я его, он большой, неудобный. Понятно, но люди-то не в курсе, что это Анкор премиум. Я сделала перенабор, девочки. Не знаю, там видно, отвечают, наверное. Ну, все верят. Я сама сделала перенабор на всю эту бешеную схему. Я ее ухудила, уменьшила ее попу, уменьшила бедра, живот, сделала ей груди, добавила волос на спине. И сейчас тебе покажу. И цвет волос изменила? Цвет не изменяла, но я ее немножко переделала. Надейте 50 отличий. Типа красивая. Ну, ты ниже ее опусти, не видно же в экран. Типа симпатичная. Сейчас девочки вот так. Типа худая. Видите отличия? Я вижу. Ну, вот здесь вот эта часть, вот эта, она опустила нежито ее, получается. Ну, живот я ее убрала. Да, 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 да. Вот, и я вижу, на спине ей волос добавила. Я не знаю, хоть мне не так или нет, но буду что-то подбирать. Ну, как так сказать. Лицо я переделала, потому что лицо у нее, конечно, вообще просто, оно плоское вот здесь. Такое впечатление, как будто, когда ее рискнули. Ну, она же русалка, она в воде плавает, наверное. У нее лицо из-за этого переплюснулось. Не знаю. Вот водой пришибла. Ну, вот эта часть красивая. Схема очень приятная, мелкая только. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, я прямо это, это, она даже, знаете, какая не черная, какая-то синяя-серая. И вот это, смотрите, у меня все вот эти значки сразу в разные стороны. И вот из-за этого она у меня ушла в долгострою, а теперь она вернулась из долгостроя. Потому что я нашла время, сделала перенабор. Вот здесь, кстати, вот ниточки анкор, и вот это вот нормальные ниточки анкор человеческие. Блестят как. Которые не расползаются, нормальными вышиваются. Блестят. Все шикарно. И здесь в наборе еще вот он, креник, и там еще где-то водка. Светлая, да. Креника, да. И вот такой же. А где зелененький? Или вот это и есть такой? Ну, он в зеленом месте делается как... А, ясно, зеленая нитка с этим. Да, делается как бленд. И вот тут, видишь, какие ниточки есть. Ой-ой-ой. Сатин. Шелковый, что ли? Это сатин. Ой, какие приятные, какие красивые. Каня наношить. А я шью. Я в этом году на целых 5% я продвинула. А когда? Потихонечку, потихонечку. Что-то я не заметила даже. Ну, и в этом году, наверное, прошлый. Так, да, в прошлом году я продвинула на 5%. Ну, вот я же говори не в этом году. Что-то вот это началось. Все равно ему... У меня же все под контролем. Ну, не важно. В конце концов, вот, девочки. У меня вот такой здесь... Такая здесь организация. Ну, вот понятно. А ты этих анимешных мальчиков, когда у тебя такой набор красивый, надо шить. Вообще, красота, девочка. Давай, шивь. Тем более, вот ты такую работу грандиозную проделала по переработке схемы. Я вышиваю. Да, да, да. Будет день, будет пища. Может, еще выше. Так, девочки, сейчас мы покажем вам очень красивый дизайн. Ну, а это был не очень красивый? Ну, яркий, но не очень. А, ну, понятно. Вообще, держитесь. И очень красивый дизайн. Приплыл к нам в кадр. Вот. Отгадай, что это? А коробка такая, знаешь, как это... Приятная, да? Да, прям она как пробка. Пробка, да, моет. Отгадай, что здесь за процесс? А, ты видела, что это? Я видела, я-то могу отгадать. Это девочки не могут отгадать. Ну, ладно, ну, давай. Показывай, покажи. Давай, давай. Ну, ты открою ее. Ой, не открывается. Девочки тут. Оп. А превью потеряла. Ну, превью все знают. Я думаю, все это готово. Это километр. У меня такой набор тоже есть, только у меня по нанесенке, а у тебя без. А у меня на Муране. Ой, не прошел ковид даром. Да. Таня начала и вышила целый один домик. Как мне он нравится. Как я мечтаю тоже вышить эту зеленую деревеньку. У меня оригинальный набор, но по нанесенке. Кстати, я боюсь вышивать по нанесенке, хотя очень хочу именно по нанесенке, потому что он девочек у многих не отстирался. А ты молодец. Ты выбрала что там? Мурана, что ли? Мурана. Мурана. Ну, Мурана. Уменьшила? Уменьшила размер. Он у меня уменьшился. И у меня на сегодняшний день уже 15%. Ну, Таня развернула, показала, насколько уменьшилась. Там это такая простыня. Мама не горюй. 108 тысяч листиков здесь с копеечкой. И если девочки посмотреть, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, понятно дело. Можно, в общем, укутаться. Нет, Таня, мне очень нравится. Давай вышивай. Представляешь, я вышиваю, можно как шлейф на платье повесить. Давай вышивай. Я вот уже даже узнаю, какой набор я тебе выберу в продолжение долгостроения. Нет, ну так нечестно. Готовься. Девочки, видите, как все у нас очень быстро решается. Еще до выборов уже... А ты его тогда не выберешь, да? Чтобы я тебе не выберла. До выборов уже, значит, кандидат знает, кто будет. А, девочки, давайте так. Давайте вы предлагаете. Вот у Тани есть долгострой, да? Какой бы процесс вы хотели бы, чтобы она продолжила, вот когда осенью у нас будет совместник доллой и долгострой. Что бы вы предложили? Интересно ваше мнение. Я бы, например, голосовала бы за деревеньку. Хотя вот они много красивых процессов, но деревенька, конечно. Ниточки красивые. И качество хорошее. Качество шикарное. Да, да. Вот у меня такой есть. Спасибо. А, у меня один цвет... Подарили. У меня тут был косяк. Один цвет ниток, который был на планшетке и который был в запасах, он отличался. Ты еще говорила, я тебе показывала. Я удивилась, да. И я подобрала из ДМС, ну как бы, я уже начала это, причем это дорожка вот эта длинная. Ну, девочки, я не знаю. Ну, все, наверное, знают дизайн. Нету превью, я не знаю, где оно. Ну, деревеньку надо узнать. И остался еще один последний процесс, который я начала не так давно. И там есть особенности. Хорошо показывает. И следующий процесс. Это мандала богатого от Павна с карпами. Карпы здесь почему-то не 9, а 6. А должно быть 9, да? Почему тут 6? А сколько здесь? Что считать не умеешь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А 9? Должно быть 9. Это мандала, зачем тут 9? Ну, ладно, драконы здесь, карпы. И так что? Лотосы. Лотосы тоже символ здесь. Ну, рассказывай, показывай. 90 сантиметров молодцы по она уже. Ну, толку-то нету, потому что они нитки так себе. А, это не фанат ниток еще и гамма. Да. Ну, бедный анкор, конечно же, тяжело им. Девочки, ну, в общем, я начала, и у меня вот вышито вот так. Ой, подождите, я его неправильно вертормашка показываю. Прошу прощения. Символ, символ, да, вот так вот. Да, вот так. Начала я в прошлом году, ну, как-то он, у меня кажется, уходит в долгострой, потому что в этом году я его повышивала очень-очень мало. И сейчас я даже скажу, сколько. У меня 6% здесь всего вышито. И в этом году я вышивала его в январе пару дней и в июне пару дней. А почему ты это в основном взяла? Почему полная зашивка? Так бы развительно клеточки и шуровало бы. Ну, если не по гамме, ну, можно было же взять цвайгарта? Ну, не было цвайгарта белого в запасе, да. Хомячок-то богат-богат, да не очень-то. Поэтому в нужный момент, ты же понимаешь, когда вот... Меня приспичило начать прямо сейчас. Я думаю, о, какой прекрасный день, я же начинаю всё по лунному календарю. Ага, на богатство. Да, тем более, всё же на богатство, мне денежки я люблю, думаю, надо всё начинать. Как бы, и я стартанула, и вот на чём было, на том и стартанула. Но, в принципе, меня основа не смущает, основа тут хорошая, это Мурана. Нитки смущают? Меня смущают нитки. А схема? Схема здесь... Да, схема меня вначале смутила, но потом я думаю, хм, у нас есть Танечка, стежок, которая прекрасно уже сделала перенабор, и я купила у неё перенаборчик. И я скажу, что Таня проделала огромную работу девочке, потому что я не знаю, я там ей... Кланялась ей в ноги виртуально, потому что я не знаю, как вот... Я сама перенабираю схемы девочки, но я бы тут чокнулась. Ни сколько символов, сколько вот этот бэкстич тут весь прорисовывать, тут... Ой-ой-ой, тут вообще просто... Сейчас я вам покажу. Тут, во-первых, тоже простыня. Её даже, понимаете, чтобы... Её надо отсканировать вот эту простыню. Дальше её нужно отформатировать. Ну, не, ну... Санга тебе очень сильно поможет, конечно. Не, ну, Санга у меня дело пошло. Да, по крайней мере, у меня хотя бы повеселее. Мне очень понравилось, когда Таня поехала в отпуск и думает, ну, какой наборчик взять повышевать. Ну, думаю, ну, возьму я маленький, у неё же все большие. Думает, возьму я с собой мандала богатство повышевать. И я помню, как она плевалась. Ой, девочки, да, я взяла... Я в этом году ездила в Таиланд, отдыхала. И я всегда с собой беру процессы в дорогу. Я взяла этот дизайн. Думаю, ну что, как раз удобненько всё взял. И тут как бы в руках удобно держать эти пяльца. И ткань приятненькая. Но я как заморочилась. В общем, девочки, мне нитки не нравятся. Не знаю, у меня гамма вообще просто... Ну, никак, я с ними не дружу. Девочки любители гамма, сори, ну вот у меня они не сужились. Ну, они по сравнению с кировскими лучше же. Хотя тонкие тоже. Ты знаешь... Я вот сейчас вышиваю гамма, у меня секционка... У них секционка, как там правильно? Вот я... Меланж? Меланж, да. Вышиваю по пандемикской сэмпли. Ну, тоже узлы, конечно, завязываются. Вот это... Я постоянно... Я их воском, Таня. Ты не пробовала воском? Да не хочу, у меня есть воск, не хочу. Я воском. Вот воском помажешь, они как-то получше. Ты знаешь, сиди ещё каждую ниточку воском. Хочешь... Маш, нет, будут крутиться, будут узлы завязываться. Ну, в общем, вот так вот как-то я всё здесь... Вот такими органайзерами я пользуюсь. В общем-то... Ну, в общем, я не в восторге от ниток. А так меня всё устраивает. На цветах, цвета красивые, смотри. Цвета красивые, дизайн шикарный. Не, на нитки есть совсем плохие, есть хуже. Что-то... Ткань меня устраивает. Меня устраивает, что у меня есть перенаборчик. Танюше огромное спасибо, что она вот так выручает нас, девочек, которому просто... Ну, как бы, иначе бы он у меня вообще не вышивался. А так, в принципе, ну, смотри, я в декабре его повышивала. Я его стартанула уже в декабре. И я вышила... Ну, 6 дней вышивала в декабре. И в этом году даже 4 дня. Ой, процесс какой-то... Ну, ничего, 6% есть лист. У него есть шансы. Самый главный уроглиф вышит. Всё, шансы есть? Есть. Ну, между прочим, Лёда ты вышивала, по-моему, да? Такой процесс. Да, ну, как бы, я планирую... Ну, тут тоже она говорила, что не так просто он вышивался. Я всё равно его буду вышивать, просто не так быстро, как мне хотелось бы. По чуть-чуть. Сегодня же 20 крестика вышила, вышила. Это последний процесс? А сегодня кое число? 18-е? Да. Ха-ха-ха, 100 крестика вышло, девочки. Ой, молодцы, Таня, браво, браво. Так что... Вот я хороший процесс вела в Москву. У меня уже почти половина. Так что всё, на этом мы процессы закончились. Итого? Итого у меня 16 процессов. Минус 1. Почему минус 1? А ты же обнуляешь эту девушку. Ну, он как бы процесс лежит. Может, я продолжу, я не знаю. А, ну, короче, 16% процессов мы вам показали. 15-1 под вопросом. Да. Девочки, напишите, какой вам больше всего понравился. И какой вы хотели бы, чтобы Таня вышивала в совместнике осенью под девизом... Со мной, да. Долой долгострой. Вот у Танечки много. У меня, конечно, процессов намного меньше, но они меня... Для меня, вот, моё количество очень много, я считаю. Таня считает, что у меня мало, я считаю, что у меня очень много. Но Таня, конечно же, больше. У меня свой подход. И вот, ещё раз говорю, напишите, что бы вы хотели видеть. Может быть, мы тогда прислушаемся и к вашему мнению. А то Танечка к моему вот сразу не хочет прислушиваться. Видите, на деревеньку сразу, так мне интересно. Ну, вот, будем учитывать ваше мнение. Представляешь, а если девочки напишут, что не за какой процесс? Не за какой процесс? Ну, придётся тогда мне выбирать, что теперь я-то буду за какой-то процесс. Тогда буду девятнадцать процесс, семнадцатый процесс начинать. А да, ещё я Таню хочу раскулачить, чтобы она вам показала норку свою хомячую, а то она не хочет показывать. Ну, я показывала уже несколько раз. Ну, я тебе говорю, у меня проблемы. Ты думаешь, у меня как будто бы за много лет, чтобы у меня она только прибавилась. Я так думаю, зрители будут. Она не убавилась. Не только я, она прибавилась. Буду зрителям этого видео о хомячной норке, но я думаю, девочки тоже посмотрят. Ну, если ты готова три часа снимать видео, давай. Ну, почему три? Что мы каждый набором? А как ты хочешь? Посмотрели. Так, так, всё, молодец, спасибо. Следующий, следующий, следующий. Девочки, ну, мы с Леной посмотрим. Я надеюсь, что у нас время ещё будет, потому что планов ещё много. Мне хочется Лене и Москву показать. Она в первый раз у нас в гостях. И, конечно, за неделю она всю Москву по-любому не увидит. Осталось у нас несколько дней буквально, да. Поэтому что успеем, то успеем. В любом случае, всем большое спасибо за просмотр. Буду рада любым вашим комментариям. Спасибо большое. Всем пока-пока. Да, спасибо, девочки, что посмотрели. Для меня это видео тоже очень ценно. Это будет память о нашей встрече с Танечкой. Она в моём путешествии в Москву. Вам спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok